Ну и ребят, всем снова огромный привет всем тем, кто особенно следит за моим УАЗиком, как он строится, как он делается. Сегодня новые четыре журнала от Диагостини. Мы с вами вместе распакуем и посмотрим, как все-таки продвигается. Интересно, то продвигается она именно вот так. Итак, у нас с вами четыре журнала от Диагостини. И пришли в этот раз про УАЗик 469 журналы. Номерочки у нас сегодня с вами 61, номер 62, номер 63 и номер 64. Итак, более подробно о каждом номере давайте сейчас я вам расскажу. В этих номерах на самом деле все происходит очень просто. То, что мы собираем одну часть, которая получится. А давайте я не буду рассказать, я в самом конце о ней расскажу, потому что сейчас интереснее всего узнать, что же мы получаем в этих журналах. В 61 журнале мы опять же узнаем немного об истории. История об Ульяновском заводе, как все производилось, как все делалось, как все строилось. Дальше появляются вот такие вот фотографии, вот такие факты. Ты думаешь, что же вы такое не изобрели? Скорее всего, может даже изобрели, но просто ты его не видел. Какая-то редкость, какая-то интересная вещь. Куча всяких металлических вещей. Это сборка заднего сидения. И вот как раз во всех этих четырех журналах... Скажу, ребят, меня Диагостини очень сильно удивило то, что вот в этих четырех журналах я собрал только всего лишь... Я сдвинулся вот прям совсем немного и собрал всего лишь немножко это заднее сидение. Все, больше ничего не получилось, больше ничего я не получил. И только заднее сидение со спинками, с креслами и то не доделано. И то в следующем журнале мы будем это доделать. Что-то меня забомбануло в этот раз. Ну, в общем, в этот раз я прям от УАЗика не в восторг. Это и нормально. В общем, как и говорил, то здесь мы с вами ничего не получаем. Мы с вами здесь просто строим вот эту вот спинку и все. И дальше идет продолжение. И в 62-м журнале, вы не поверите, я тоже продолжаю строить вот эту же спинку. И ничего дальше, кроме вот истории, кому интересно, можно почитать. На самом деле к истории никаких вопросов здесь нет. История здесь прикольная, красивая. А, вот, кстати, опытный образец УАЗ-3170 был на предыдущей фотографии. Я думаю, что это за автомобиль. Красиво, кстати, вот в таком бы кузове лучше бы собрали в цвете. Или, допустим, можно было выбирать цвета. Было прикольно. Тоже сборка заднего сидения, ничего нового. И вот теперь вот два журнала. Два журнала на то, чтобы собрать одно кресло. Ну, то есть, ребят, никакого движения в этом не получилось. Да ничего. Да давайте даже я вот вам показывать ничего не буду. Просто все увидите, что вы 2000 рублей потратили. Ну, две с небольшим тысяч рублей, ребят, извините. На самом деле потратили на вот такую вот мелочь. Четыре журнала, обратите внимание. Это задняя часть. Вот с такими вот трясущимися ремнями. Которые, я так понимаю, будут то ли поднимать, то ли держать. Ну, короче, что-то будет происходить. Ну, в общем, вот эта часть. И то без вот этих кресла. Они были с предыдущих. И вот одна вот эта вот трясущаяся вещь. Тоже была с предыдущего. Ну, то есть, на самом деле, ребят, 2300, если не ошибаюсь, рублей я потратил за 4 журнала. Раньше я как-то продвигался. Какое-то было основание. Какая-то была часть. А вот сейчас, где Агастини просто вот, как с Мустангом, вот это все пошло, 64 журнала. Господи, да я вам честно скажу. Я вот в самом начале, прям действительно, когда ты продвигаешься и собираешь, ты действительно хочешь, может быть, да что-то другое купить. Я реально собирал УАЗика, и я действительно захотел себе построить Форд Мустанга. Потому что мне действительно он понравился. Мне просто он классный. Сейчас УАЗик вот так вот собирается, вот так вот делается. Такими вот частями по 2,5 тысячи тратится вот в никуда. На самом деле, да, я двинулся. Да, вот как бы прикольно. Но, я вам честно скажу, это последняя сборка Ди Агастини. Вот, я не знаю, что они должны произвести. Но я тысячу раз подумаю, чтобы что-то вот так вот покупать и строить. Но 64 журнала пройдены. Вот, вот эта задняя часть, заднее кресло, оно сдвинуто. Ничего нет еще из кабели. Ничего нет еще из зеркал. Но мы строим, мы продолжаем, мы двигаемся вперед. Ура! Уже теперь, ребят, на самом деле поздно. Вот так вот поближе получается. Задняя спинка, кресел. Ну, посмотрим, что будет происходить дальше в следующих журналах. А ты уж не забудь подписаться обязательно на канал, поставить пальчик вверх и продолжить смотреть видео. Потому что УАЗик однозначно с Мустангом соберется. Ну, если только Ди Агастини ничего не придумает. Что-то плохое, что просто УАЗика невозможно будет собрать. Ни капельки, ничего не зависит от меня. Всем спасибо большое за внимание. Меня зовут Игорь. С вами канал Парита Руси. Ты, наверное, забыл подписаться. Спасибо, что нажал это. Пока!